Всем привет! Меня зовут Топорская Алла, я фотограф в жанре эстетики тела и нюд. И я знакомлю вас со своими моделями, потому что мне очень хочется показать, что очень часто модели нюд воспринимаются большинством как объектизированный предмет, просто тело без души. Я же хочу показать вам, что это обычные девушки со своими историями, со своими мыслями, со своими жизнями. И поэтому хочу сегодня представить вам Анну. Аня, расскажи немножечко о себе, такую общую, знаешь, информацию. Сколько тебе лет? Чем ты вообще в жизни занимаешься? Кто ты по образованию? Мне 26 лет. На данный момент я занимаюсь косметологией уже несколько лет, эстетической, в особенности массажа лица, чистки. А, ужас. Образование, соответственно, у меня есть косметолога, у меня есть медицинские курсы, неоконченное медобразование. У меня есть высшее образование, которое с этим не связано. А какой он такой высшее образование? Работа с молодежью. Я заканчивала демид наш на заочке. Вот, и параллельно училась на косметолога. Ну, просто мне надо было высшее образование, не знаю, родители хотели, поэтому я пошла на заочку, и это был бюджет. Вот, и экономическое образование у меня есть. В общем, умница, красавица, комсомолка. Классно. Расскажи, все-таки я тебя позвала как модель Ню. Как ты вдруг превратилась в модель Ню? Когда это произошло? Когда произошла твоя первая съемка Ню? Ну, я себя, так скажем, прям моделью-то, конечно, не считаю. То есть это чисто для себя. И вообще начала сниматься я довольно-таки рано. Ну, не в Ню изначально, конечно. То есть мне просто это понравилось, этот весь процесс. А что, тебя звали фотографии как моделью просто, да, какие-то? Нет, меня не звали изначально. Или ты какие-то покупала фотосессии? Самая первая моя фотосессия, которая была вот именно такого уже более эротического жанра, она была, я не считаю ее Ню, то есть она такая просто была в бельишке. Но это моя была самая откровенная съемка. Я тогда работала в правительстве. Вау. Кем? Правителем? Да, я работала над обращениями граждан. Там были несколько департаментов, ЖКХ, там всякий дорожный департамент, там госжилнодзора, и мне посылали вот эти вот обращения. Я их рассматривала, и, соответственно, в соцсети такие фотографии выкладывать было нельзя категорически. Но девчонкам из нашего отдела я сказала, что я вот хочу пофоткаться, я эти фотографии никуда выкладывать не буду, и поэтому я их не выкладывала очень долго. То есть несколько лет прошло, я уже оттуда уволилась, я уже работала на себя, косметологом, и только тогда я начала эти фотки выкладывать. То есть долго они хранились у меня, я показывала только подругам, и вот девчонкам с работы. Они мне тогда давали пофли. А как ты выбрала фотографа или как? Вот у тебя родилось желание, что ты хочешь эротическую съемку, да? Да. Вообще, что это тебе, что ты себе это давала? Почему у тебя это желание возникло? Для чего тебе она нужна была, эта съемка? Мне хотелось как-то вот увидеть себя с другой стороны, увидеть себя, ну, какая я красивая, увидеть свое тело, так сказать, глазами не моими, а именно какого-то талантливого фотографа, да. Мне хотелось именно у мужчины сниматься. Почему? Я не знаю, я люблю ходить. У тебя были отношения тогда? У меня были отношения, но они такие были, сомнительные. Вот, кстати, самый-то главный момент. Вот если бы я тогда была в обычных отношениях… А что значит обычные отношения и сомнительные отношения? Сомнительные отношения – это когда у вас все несерье, вот когда вот это вот в статусе ВКонтакте пишут «все сложно». Вот это вот для меня сомнительные отношения, когда непонятно, что у вас будет дальше, то есть вы то сходитесь, то расходитесь, вы не живете вместе, вот какая-то муть. И поэтому у вас вот манипуляции, как бы, ну, вот такие вот, в общем, очень сложные отношения, когда непонятно, что у вас там будет дальше. То есть, видимо, они в тебе породили в том числе какие-то сомнения, да? Сомнения, неуверенность в себе вообще. Сомнения, неуверенность в себе огромную. Что ты не уверена, нас почему-то не нужна так максимально, тотально этому человеку. Да, 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 да. Мне хотелось быть вот единственной такой вот одной. Конечно. То есть, да, по-другому я не хотела. Там я была не единственная, в общем, потом, как оказалось. Вот, поэтому, да, как бы, ну, я расставалась с этим человеком, потом опять мы сходились, и вот мне, ну, ему тоже хотелось эти фотографии, то есть, показать, конечно. Цель у меня и такая в том числе была. Вот, и мне очень хотелось... Да, показала. Как он отреагировал? Слушай, ну, он тогда отреагировал, да, с восторгом, и, собственно, на такую реакцию я и ждала. Да, ему тогда это понравилось. Только он у меня спрашивал, кто тебя снимал, там все было, и я такая, мужчина. То есть, вот мне прям хотелось, чтобы он спросил, и я такая... Хотелось бы от ревности. Хотелось ревности, да. То есть, вот, хотелось показать, какая я классная и себе, и ему, но в первую очередь себе все равно. Ну, что, ты бы... Да, я об этом думала, на самом деле, давно. И почему я хотела, чтобы меня снимал мужчина? Во-первых, я хотела, чтобы именно, ну, шлим взглядом, как-то, я на себя посмотрела, на свою красоту, на свое тело. И мне было интересно, как он будет реагировать на то, что я, например, разденусь больше, чем мы договаривались. А, то есть, у тебя даже был такой план? У меня был такой план, да. И мальчик очень молоденький, такой зелененький. А какой ты хотела реакции или какой ты ожидал? Ты хотела его смутить или что? Я хотела смутить. Мне нравится, когда мужчины смущаются. Я от этого получаю какой-то кайф. Да, интересно. Да. Вот. И как раз у мальчика не было опыта. На тот момент, то есть, он пробовал себя в разных жанрах. Он младше меня, по-моему. То есть, мне тогда было 20 там с чем-то, а ему 20, по-моему. Вот. Ну, то есть, мне казалось, что это какая-то огромная разница на тот момент. Он мне казался совсем молодым и зеленым. Вот. Но он работал очень профессионально в плане того, что у него не было такого, что вот он прям как-то так засмущался. Ну, то есть, видно было, что смущается. Но он это скрывал. Он это перебарывал. Мужественно. Да. Что я такая, а давай я лифчик сниму. Он такой. Ну, то есть, там есть несколько фотографий таких. Ну, давай, если хочешь. И то есть, он старался. Он, знаешь, такой подходил так, чтобы не потрогать титечку. Такой вот так вот волосы убирал. Такой вот так вот. Они вот должны вот так лежать. Ну, потому что если вот так вот не очень. То есть, вот он вот очень профессионально работал. Я такая, вау. Какой молодец. Вот. И мы с ним потом какое-то время пообщались. А что тебе понравилось? Ты восторг испытала от этого? Да. И это не долго, потому что фотки тоже классные. Фотки очень классные получились, да. Мне это понравилось. Я вот, кстати, понятия, видела их или нет? Это вот что-то там было, кровать, окно такое, да, нет? Нижнее белье. Нет, это другая была съемка. Это была другая. Наверное, не видела, значит. Ты, наверное, не видела. Вот у меня фотография есть самая такая яркая, где я с головой из гипса на кресле сижу. И вот она у меня между ног. Я без бюстгальтера. У меня вот так вот волосы закрывают грудь. Я, по-моему, в чулках, в шлях. И, да, вот у меня мужская голова вот этот вот. Прикольно. Беждынок. Вот. С красными ногтями. Так, и ты эти фотографии показала, значит, своему мужчине, показала своим подружкам. И больше пока сначала никуда не выкладывала. Сначала никуда не выкладывала. Нельзя это было даже сделать. Ну, да, как бы. Мне сказали, что, ну, ты, конечно, можешь, если хочешь, но нежелательно. Могут быть проблемы. Вот. Поэтому долгое время, да. Так. Какой? Значит, ты испытала первый кайф и решила, что тебе надо еще. Еще в этот опыт. Или как у тебя происходило? Не сразу. Я понимала, что, скорее всего, у меня будут такие съемки еще в жизни. Но на тот момент мне хватило. Я добилась результата, которого хотела. И вот смотрела их так, смаковала периодически. Когда особенно... А куда их ты, может, ты их распечатала куда-то? На телефон поставила на заставку? Где ты? Или так, просто? На тот момент нет. Нет. Я стеснялась, потому что если кто-то увидит, там, не знаю, мама увидит, там, на заставке или что-то типа того, то есть я долго никуда не выкладывала. Но потом, когда спустя время я выложила, и для людей-то это было, ну, у меня всегда были скромные фотографии, а тут такая была реакция, особенно у мужчин. Какая? Сначала, как бы, мне показалось, что все адекватно, что там, да, полайкали, что вау, какая там классная, красивая. То есть, а потом начали вот с такими вот уже, ну, пошленькими подкатами, очень неприятными, женатые мужчины начали писать. Вот это мне не понравилось, но я их сразу стала блокировать и как бы... То есть, вот эта вот первая волна такая была, они от меня отписались даже после этого. Ну, давай, поясним, вот интересно. Просто я, получается, что окружена мужчинами, ну, у меня же подписчики, это в основном мужчины. И я вижу их часто на сторону, то есть, они мне пишут, говорят, мы со многими общаемся на эту тему, обсуждаем. И для них, для большинства, это, что если женщина показывает свои фотографии, значит, она хочет этого подката, значит, она, ну, как бы ждет. То есть, для них это как призыв. И поэтому вот хочется твою, еще раз, твою позицию проговорить, что ты когда выкладывала, ну, то есть, что это не призыв, что это было, что это для тебя? Вообще, иногда, когда вот я выкладывала такие фотографии, когда я была не в отношениях, ну, то есть, это же не всегда было, когда вот я в каких-то, да, объективных, непонятных отношениях, чтобы он вот поревновал и понял, какая у него красивая женщина, и чтобы это был лишний повод мне написать. Иногда это было так, то есть, это было для конкретного человека. А иногда я выкладывала, когда просто мне хотелось внимания. То есть, я понимала, что я их, скорее всего, как бы, ну, пошлю в мягкой форме. То есть, мне неинтересно то, что они мне предлагают. То есть, мужчина, смотрите, это знак, что вам все-таки нужно проявить внимание. Но внимание нужно проявить мудро. Да. Без перегибов, да, без перегибов, аккуратненько. Просто это неприятно, когда ты выкладываешь красивые фотографии, не открытые, без декольте, там, какого-то огромного, там, не в белье. И ты этих мужчин не особо интересуешь. То есть, вот это мне неприятно. А как только ты выложила где-то там в бюстгальтере, причем не то, что я там голая, да, но просто чуть откровеннее, чем обычно. В брючках, в бюстгальтере какой-то, ну, где-то я там вдалеке вообще стою. И тут же они вот все увеличили, разглядели и начали мне написывать какую-то пошлятельную. То есть, я понимаю, что этим мужчинам я неинтересна, как человек, ему интересно вот только сисьте-письте и только потрахаться. Все. Понятно. То есть, я сразу таких отсекаю. А если мужчина до этого мне писал, если, ну, мы и до этого общались, к тому же я активно веду соцсети, я же там пишу какую-то свою позицию. Вот. Поэтому я понимала, что я им интересна не только какими-то внешними данными. Расскажи, вот, можно же, да, сказать, что у тебя есть мужчина сейчас, ты сейчас состоишь в отношениях, вообще в браке. Я замуж. Я давно вышла, да. Аня вышла замуж в мой день рождения. Да. Вот. У нас большой праздник был. Так вот, и я знаю, что Миша долго за тобой наблюдал в соцсетях. Вот он уже как бы видел, знал, что ты, что у тебя были вот эти съемки. Как он на это реагировал? Ой, у меня муж очень специфический человек, он очень необычный в этом плане. А что, в чём это звучит? А ему на это наплевать. В плане того, что его вот это вот, ну, он вот именно видит во мне человека, как и во всех женщинах. Его этим не привлечь, не завлечь, и он как-то вот, ну, относится к этому иначе. То есть есть мужчины, для которых это вот прям сразу раз, там, призыв к действию, да, что вот кто-то ножку показал, кто-то там вот, поманил себя пальчиком, сисечку показал, всё, такой вот побежал прям сразу. Нет, у меня Миша не такой. Можно не сказать. То есть он как бы, ну, он, ну, и лайкал иногда, иногда наравне с остальными фотографиями. Он мне даже комментарии никакие не писал. Ну, то есть как-то вот он смотрел все эти истории, он видел, что я участвую в этих съемках. И мне это понравилось. То есть вот как раз-таки это меня и привлекло, что, знаешь, какая-то, это как будто проверка. То есть вот как раз те мужчины, которые тут же вот мне писали, ладно, это очень приятно, когда реагируют как-то вот адекватно, когда пишут какой-то приятный комментарий, а не вот это вот, вау, какие у тебя сиски, если бы я раньше знал, там, ну, вот, когда такое, пишут это, ну, как-то, ну, типа... Как у меня обычно тема, сисек не раскрыта. Ну, да, что это как-то очень плоско, это плоские, некрасивые комментарии. А когда пишут, что да, очень красивая съемка, классная идея, там, у тебя изящное там тело, ну, вот что-то такое, когда пишут... Комплиментам надо подходить с умом. Да. Потому что мы, девушки, этих комплиментов уже наслушались вот таких-то вот. Да, посты комплиментов хватает. Нам надо теперь вот интересненьких. Да, и то есть Миша вот иногда мне все-таки писал такие комплименты, причем на фотографии-то где у меня все закрыто в том числе. Да, это было приятно. Вот, это было приятно, и я понимала, что он смотрит не на это в первую очередь. Но при этом приятно получать и комплименты к телу, потому что, ну, когда это все вместе, да, уже? Да. Потому что ты же все-таки целостный человек, содержащийся в теле, и ты следишь за этим телом, ты отдаешь ему внимание, наверное, да? Да. Вообще, расскажи, кстати, какое у тебя взаимоотношение со собственным телом, уделяешь ли ты много ему внимания в плане, не знаю, вот она у тебя сама по себе такая фигура, или ты там занимаешься спортом, следишься за питанием, там, как у тебя это, как в твоем случае? Я склонна к полноте, мне приходится всегда следить и за питанием, то есть я не могу объедаться, даже если хочу очень мороженым, там, чем-то жирненьким, и что это вот прям пройдет так бесследно для моего тела, то есть потом я буду это отрабатывать, скорее всего в зале или нахаживать там много тысяч человек. Вот, да, и когда ты этому телу посвящаешь столько внимания, сил получается, да, все равно, то есть ты ограничения какие-то для себя находишь, и, конечно, хочется, мне кажется, это как, не знаю, как твой проект, твое тело получается, хочется его иногда и показать. Вот, кстати, насчет того, что хочется показать, что это мой проект, я понимаю, что у меня склонность к растяжкам, у меня, скорее всего, да, вот когда я захочу детей, ну, тело будет выглядеть вообще не так. Не факт, не настраивайся, да, не факт. Ну, тем не менее, все равно я смотрю на это реалистично, то есть я не бессимист, но я смотрю на свою маму, я смотрю на своих подружек, то есть я понимаю свою генетику, я понимаю, то есть когда у меня начался возраст пубертатный, у меня очень много появилось на теле растяжек, то есть я их всячески пыталась, как бы подгладить всякими процедурами, в том числе я тогда начала активно спортом заниматься в подростковом возрасте, и это мне помогло, что вот растяжки мои как-то так подрассосались, но они все равно есть. А почему они, я просто, может, не очень механику понимаю. Я думала, что растяжки, это когда человек, например, был полный, резко похудел, или наоборот, он был худой, резко потолстел, вот у него случились растяжки. Да, я не потолстела, но когда происходит период полового созревания, то есть я была доска вес фигуры, как все девочки в детстве. В 12 лет, то есть у меня приходят месячные, и все, у меня резко попа выросла, грудь выросла за лето. И понятно, что у меня все было в бордовых растяжках, вся грудь, вся попа, то есть я, соответственно, там была девственница, никто меня еще не видел, и я думаю, и уже, и уже вот такое с моим телом происходит. Я тогда ревела. Для меня это было очень тяжело, и прям, ну, я думала, что это на всю жизнь. Ну, то есть у меня, честно, вот так вот прям от соска у меня были вот огромные страшные бордовые растяжки. Я не знала, что такое бывает. То есть, да, я думала, что это не пройдет, и потом, когда у меня первый молодой человек появился в 15 лет, ну, мы с ним с 14 лет дружили, ну, вот в 15 лет он первый раз там что-то увидел у меня, какие это интимные части тела. И он-то даже не заметил на самом деле, потому что я ничего не говорила, я старалась там себя вести уверенно. Он-то, может, тоже первый раз видел. Да, он уже тоже не знал, как оно там. Да, так и надо. Вот, и я ему как-то рассказала о своих переживаниях. У нас уже была половая жизнь, и, то есть, ну, почти всегда у нас это было в каком-то полумрате. Вот, и он такой, а почему, что там? Ну, он как бы задал вопрос, почему я там чего-то стесняюсь. То есть, так-то ему было нормально, что в полумрате, наверное, но просто вот он увидел какую-то вот, как бы, долю неуверенности, что вот когда там, знаешь, вот окошечко он открывает, и я такая, так-так, закрой, я побежала там, одеваться куда-то в ванну. Я говорю, так вот у меня вот такая проблема. И он такой смотрит, где? Где проблема, да-да-да. Он потому что не видел по-другому. Он, мне кажется, мы сами себе накручиваем, мы настолько преувеличиваем иногда эти все нюансы, а реально ведь их не замечают. Да, особенно когда любимый человек. Мы их больше видим. Да. Это правда так. Вот, и поэтому, когда у меня все это прошло, я думаю, так, пока вот все хорошо с телом. Надо это запечатлеть. Как можно скорее, надо успеть. То есть я понимаю, что, ну вот, а вдруг, а вдруг опять такое произойдет. То есть я стараюсь себя настраивать, но... Расскажи вообще, сколько у тебя потом еще съемок было, какие они, как ты выбирала, не знаю, идею, что снимать. Сколько у тебя их было еще? Это знаешь, как будто половых партнеров. Да. Это надо вспоминать. Вспоминать. Так. Расскажи. Сколько? Боже мой. Ну, наверное, шесть может. Наверное, да. И один фотограф меня снимал. Ну, вот ты меня снимала два раза. И еще один фотограф два раза снимал меня тоже. Причем с мужем он меня снимал еще голенькими. Ой, я видела, очень красиво в автосессии, кстати. Мне понравилось. Она такая атмосферная. Вот там такие прямо сосредоточенные друг в друге. Очень классно. Мне понравилось. Да. Мне тоже я так пересматриваю. Думаю, надо все-таки... Очень классно, что вы сделали. Тем более я-то видела, наверное, какую-то часть. Я же, наверное, не все это видела. Да, 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 да. Мы даже показывали его родителям. И они такие, ну, да, тут, конечно, откровенно. Причем там не видно ничего лишнего. Но мы там такие голенькие сидим друг на друге. Как-то такого плана. Ну, мы просто обнимаемся. Но если мы без одежды, то уже как будто бы подтекст другой идет. Так понятно, да. То есть, ну, конечно, это я кому-то показывала, но не выкладывала. Но я сейчас могу выложить. А что тебе дает эту раскрепощенность? То есть, ты, видимо, как-то с возрастом проще-проще. И с чем? С чем ты проще? Вот сейчас ты говоришь. Я сейчас могу выложить. Потому что у меня есть, во-первых, мужчина, который меня поддерживает. И если бы у меня был молодой человек, вот как, например, прошлый у меня был парень, который то он нормально на это реагирует, то говорит, а это не слишком ли? А потом ты удивляешься, что там кто-то себе пишет и все такое. Ну, то есть, он меня за это ругал. То есть, иногда в каких-то моментах спорных, когда я задавала вопрос, а почему ты до сих пор со мной не живешь, почему мы так долго к этому идем, он такой, ну, я не уверен, что ты будешь хорошей женой. Вот это все. Хотя он, то есть, да, изменял, сам бегал ко мне, сам говорил, что там хочет со мной серьезных отношений и все такое, но продолжал жить он вот со скромницей, которая такого никогда не выложит. То есть, его устраивало, что у него вот есть и такая женщина и такая. Понятно. Вот, то есть, мужчины тоже к этому относятся так очень странно. Им это нравится, но у них тоже какие-то противоречия встают. То есть, он же мне даже иногда говорил, да, конечно, это очень красиво, выкладывай. Ну, не где я там голая, понятно дело, а там в белье, что-то такое. А потом такой, нет, я бы не хотела, чтобы ты такое выкладывал. Я иногда скрывала. А Миша сразу легко к этому отнесся. Да, я понимала, что человек в себе уверен и что он адекватен и у него эта позиция не изменится. А вот расскажи, как ты считаешь, это ведь на самом деле получается про уверенность в себе исключительно, да, что если он знает, что ты будешь с ним, то ты как его дорогой, там, не знаю, автомобиль. Да, это вот опять же... То есть, он на тобой владеет. Да. Он твой владелец, как бы, и пусть другие смотрятся и завидуют. Вот я вообще очень рада, что я начала эти фотографии выкладывать в какой-то момент, и это была такая вот проверка. А тебе приятно, что ты с таким мужчиной, который в себе уверен. Который в себе уверен и который меня отпускает спокойно с девчонками, там, мы ездили на Кавказ куда-то, то есть, мы ездим в какие-то, всякие интересные места, куда-то погулять, на слёты, то есть, пожалуйста, я могу в горы уехать куда угодно, даже в мужской компании, то есть, я могу уехать. Ну, в плане того, что мы там снимали квартиру с моими друзьями, ну, они там все женаты, то есть, просто вот, ну, им надо было там добрать группу до какого-то количества человек. Он знает, да, то есть, он мне полностью доверяет, я считаю, это единственная адекватная позиция, когда у тебя нет такого, что вот она выкладывает эти фотографии, чтобы там кого-то, вот, каких-то любовников себе найти. Ну, то есть, ревность, это, по сути, такой признак неуверенности в себе больше, да, получается? Да, 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 то есть, когда вот ты постоянно высказываешь своей женщине, зачем ты это выкладываешь, сейчас тебе начнут писать мужики, так Миша у меня знает, что я этих мужиков всех пошлю. Ну, да. Ну, в плане того, что... А как вот жениться на женщине, которую ты будешь ревновать к каждому столбу? Так, мы с тобой остановились, что, значит, тебе сейчас проще стало выкладывать такие фотографии, потому что муж у тебя, как за каменной стеной. Да. А еще что? Ну, потому что в целом у меня уже, как бы, опыт таких съемок, я стала более раскрепощенная, и у меня нет страха, что кто-то из моих родственников увидит, ну, фотографии не где-то меня. Кто-то судит, да? Да, то есть первое время я боялась осуждения, когда ты выкладываешь первый раз такие фотографии, то есть, да, мне там мама что-то говорила, пальчиком там грозила. Там было? Было такое, да. А как ты реагировала? Ну, что это просто твое дело. Я говорю, ну, я взрослая девочка, я выкладываю, что хочу. Она такая, ну, ты, конечно, выкладываешь, что хочешь, но не надо такие вот откровенные фотографии. Она мне говорила, очень интересно, вот ты понимаешь, что эти фотографии кто-то вот увидит, какие это мужики, и там будут вот там на тебя там пастурбировать. Вот такого плана у нее, что вот, ну, это же, да. Я говорю, что они могут фотографии где, ну, и полностью одетые при желании. Они могут использовать нейросети, взять твою одетую фотографию и сделать тебя расти. То есть, да, ради бога. Сейчас, пожалуйста, это все возможно. То есть, у меня нет какого-то такого страха, что кто-то, да, ради бога, пускай делают, что хотят, пускай хоть квартиру обклеят моими голыми фотографиями. То есть, в этом плане мне вот как-то наплевать. Вот. То, что кто-то там подумает, что я какая-то вот нецеломудренная, там вот слишком какая-то, вот, ну, да, некоторые родственники, понятно, что мне кто-то говорил, что зачем ты такое выкладываешь, что явно там ищешь себе какого-то спонсора. Я говорю, ну, это... А ты решила, я уж нашла. Да, ну, это как бы ваше мнение. То есть, если бы они такие фотографии выкладывали, то это было бы, видимо, только с такой целью. А у меня такой цели не было никогда. Ну, понятно, да. Ну, про нашу съемку расскажи вообще. Какие, не знаю, какие те эмоции. Мы с тобой сделали такие две творческие съемки. Можно я немножко расскажу? Да, расскажу. Первая съемка вообще была, когда мы, когда я с мужем собралась уезжать из России. Я тогда на тот момент думала, что, возможно, мы уезжаем совсем вообще навсегда. И мне очень хотелось снять вот такую историю про прощание, потому что мир поменялся, да, началась вот эта война, вот эти все истории. И было ощущение, что как-то вот он дом, и вот его поменяли. И мы придумали, ну, я придумала такую вот историю на песках, где было ощущение, что в этих песках было море, там такие котлованы были, такое ощущение, что там было море, оно ушло, и остался только песок. И Аня была такой русалкой с ногами, которая уже русалка, потерявшая свое море, я назвала эту серию. Удея очень классная, классно мы ее реализовали, но это было интересно. Расскажи вообще, как ты себя чувствовала? Потому что я просто чувствовала себя извергом, если честно. То есть у меня была идея фикс, мне надо было вот в последний день, буквально это было за два дня до отъезда, и мне надо было реализовать эту серию. Но была немножечко осень. Самое интересное, да. Было немножечко прохладно, расскажи. Это был ноябрь. Это было начало ноября, я не помню какое, но что-то, мне кажется, вот вообще первое число. Было очень холодно. Было холодно, был солнечный день, такое солнце было, ну, как бы, периодически. Был даже дождик в какой-то момент. Я помню, что я была в пальто, в теплом таком у меня комбинезоне, в флисовом с начесом, так у меня цириковый был комбинезон. Пальто, шарф, перчатки. Мне было, ну, было реально холодно. Я не знаю, какая была температура, но было прям, прям дубак. Просто был ветер. И было еще вот это вот открытое пространство, потому что, ну, вы представляете, огромное количество песков с имитацией исчезнувшего моря. То есть огромное просто пространство. Где намывают песок. Где, да, и ветер стоял довольно-таки сильный. Сильный, да, ветер. И из-за этого даже на солнышке было так прохладно. Да, я тогда привела Аню и сказала, Аня, ты вот теперь русалка. Наслаждайся, пожалуйста, этим своим образом. Ну, это было интересно в плане того, что это какое-то преодоление себя. Я же любитель, там, покупаться в прорубь, там, в ледяной воде. Как-то вот такое вот там. Магиаж. Ну, да. То есть я такое дело люблю иногда. То есть понятно, что часто я в таких... Да, это адреналин. Я бы не стала часто участвовать в подобных съемках. То есть понятно, что это, наверное, не очень полезно, если бы я там каждый день морозилась. Но в целом, то есть я периодически там согревалась, то есть накидывала на себя пальто. И не сказать, что сильно замерзла, опять же, потому что прям была активная выработка адреналина. И поэтому меня начало колбасить только под конец. Да, но мы на самом деле, мне кажется, у нас эта съемка в итоге заняла минут 20, я думаю, что... Мне показалось, конечно же, дольше. Вечности. Мне показалось, что это было час. Но я прямо, я понимала, что я сейчас буду издеваться над человеком. И я прямо себе запланировала даже какие-то кадры, чтобы побыстрее вот прям их чик-чик-чик-чик-чик отснять. И мы реально очень быстро это все сделали. Не знаю, я вообще люблю нашу с тобой эту съемку. Я очень рада, что ты согласилась вот так вот пострадать ради искусства. Ну, она очень классная, да. У меня вот тоже вот идея, что я обязательно повешу какую-то картину дома. То есть я еще выбираю какую-нибудь. У меня оттуда, где дальний план, где ты стоишь на вот этой вот трубе. И дальний план, и там у тебя юбка так еще разрывается. Вот это у меня прям вообще топ для картины. Из этой серии. Да, прям очень классная серия. Это моя одна из самых любимых съемок. Но она просто другая. Она какая-то такая космическая. Космическая, да. То есть там, да, такие виды интересные, все какое-то вот необычное. Я ее, кстати, очень долго откладывала в плане вот этой вот обработки. То есть я когда пришла домой, я открыла. И я такая, думаю, здесь должно быть что-то вот невероятное прямо должно быть. У меня много очень эмоций, я туда как бы вложила. И я вначале начала обрабатывать, начала там настраивать вот эти цвета. Я такая, думаю, нет, вот это не то, все, надо мне ее отложить. И я отложила бы на месяц, наверное, я надолго прямо отложила. И потом вот у меня какое-то снизошло, снизошло, что все, вот сегодня я должна это сделать. И вот получилось прям как надо. Получилось космически. Я еще посмотрела на первые фотки, когда вот ты мне стала присылать. Я думаю, реально такие облака были или что? Я даже не сразу поняла. Да, да, да. То есть мне это казалось, что там все настолько было вот красиво, что, наверное, здесь обработки-то и нет. А потом я думаю, нет, такого, наверное, не может быть. То есть у меня-то вот впечатления были достаточно яркие от этого места, от этого дня. И для меня все как-то вот было такое вот. Классно. Очень интересное. Когда в студии это все было другое. Вторую съемку мы решили провести в студию, но я же опять стала издеваться. Филинговать. Филинговать все мои интимные места лимоном. Отбеливать, видимо. Я не знала, что у тебя будет кожа. Интимное отбеливание. Я тоже не знала, что у меня такая реакция будет на лимон, но, наверное, просто там как бы такая нежная кожа, которая в целом не знает, что такое кислота. Обычно я туда кислоту-то не наношу никакую. В общем, вторая съемка наша была с лимонами. Мы на Аню наложили лимончиков, напшикали водички. Тоже красиво очень все сняли. Да. Съемка тоже такая, да, интересная. И все это, главное, как-то не банально. Потому что первая моя съемка была абсолютно банальная. Ну, вот я имею в виду, когда первый раз. Тебе такое хотелось, наверное, да? Да. Мне хотелось вот именно вот какой-то вот такой вот, ну... Немного, да, и такой пошлятинки. То есть вот она была, хоть там и нет совсем чего-то открытого, то есть я выкладывала фотографии исключительно, где понятно, что я в белье, вот, но она пошлая. Пошлая в плане того, что там вот откровенная вот эта вот эротика, такая, я бы сказала, блядская. То есть вот такая вот чулки, вот эти вот туфли на каблуке, такая вот красная помада, вот такое вот все прям. А знаете, как я разделяю вот это все? Я даже, я ведь тебе, наверное, тоже это говорила. Я обычно всем это Ванелям говорю перед съемкой, что мне кажется, мужской взгляд на съемку Нью и женский отличается тем, что мужчины просят соблазнять. Ну, как бы вот это все позирование, которое они просят, да, оно выражает собой соблазнение, то есть направленность на объект. То есть ты как бы на этих фотках направлена, ну, грубо говоря, на зрителя, на фотографа, либо на зрителя. И ты своим позированием, как ты сама сказала, выражаешь, ну, вот эту вот пошлость, которая обращена-то к нему, получается, правильно? Я всегда стремлюсь показать вот эту внутреннюю сексуальность. То есть я вообще убеждена, что женщина сама чувствует себя максимально сексуальной в момент, когда она пытается соблазнить. Потому что по факту, когда она соблазняет мужчину, она максимально в себе не уверена. Она не знает, понравится она или нет. В этом самом факте, когда она пытается соблазнять, она не знает. Она надела чулки, она надела какую-то атрибутику, она сделала все, чтобы быть сексуальной, но она сомневается. Она пытается сделать какие-то специальные позы, какие-то навязанные шаблонами, по сути, потому что и все эти аксессуары, и все это, это все шаблоны, которые, ну, как бы должны тебя сделать сексуальной. Но по факту ты в этом не уверена. Вот, а на самом деле женщина искренне себя чувствует максимально сексуальной, сразу в момент после секса, внутри, потому что она уже себе доказала все. Она уже чувствует себя востребованной, желанной, она все получила, она все себе доказала, и это состояние, оно другое. То есть ты такая будешь уже плавучая, тягучая, ты не будешь какие-то выпученные позы делать, ты будешь кайфовать, ты будешь кайфовать, ты будешь наслаждаться собой, и, ну, это другое, другое ощущение. Я обычно, вот, видимо, я тебе не говорила, да? Нет, я первый раз слышу. Я обычно перед каждой съемкой, на самом деле, это говорю, что мне бы хотелось, чтобы модель вот вспомнила вот это вот состояние внутри. Пришла после секса. Как бы, да, будет? Потому что это, ну, другое состояние. И вот мои фотки я стремлюсь делать вот из этого состояния. То есть они не про соблазнение, на самом деле, а про внутреннее ощущение вот этой вот наслаждения, кайфа от себя, да, и вот этой сексуальности, которая изнутри... Искренне. Искренне, да, выучиться. А реагируют мужчины по-разному на съемки? Вот когда, например, девушка хочет именно с целью своему мужчине отправиться, соблазнить его, или ты не выкладываешь такие съемки? Ну, я выкладываю то, что мне можно. То есть в основном, когда, да, когда для кого-то кто-то что-то снимает, мне же нельзя их обычно показывать, они же для кого-то... Ну, понятно, но бывает все равно, ведь разрешают. Бывает все равно разрешают, да. Да, и мне интересно, по-разному реагируют мужчины, они чувствуют, когда девушка для кого-то, ну, соблазнить там мужчину, или для себя просто снимается? Не знаю, надо спросить у моих подписчиков. Вот просто интересно. Вы можете выделить среди моих фотографий, да, какие-то, какие сняты для себя, и какие сняты для кого-то? Вот мне даже тоже стало интересно. Напишите нам в комментариях. Ну, расскажи еще что-нибудь вообще вот про будущее. Ну, то есть вот у тебя есть эти всякие съемки, продолжишь ли ты еще этот опыт? Когда стоит завязывать? Завяжешь ли ты с этим? Ну, типа, вот, например, ты станешь мамой, надо завязывать резко или нет? Не знаю. Насчет этого я, кстати, думала, что иногда меня посещает такая мысль, вот мои там дети не видят, что там они подумают, что они скажут. Ну, в плане вот этого, ну, понятно, что когда подрастут. Наверное, я перестану сниматься. Вот если я прям буду погружена в материнство, скорее всего, мне будет не до этого. То есть у меня будут уже другие съемки. То есть когда дети появляются, там съемки такие более, так скажем, семейные, да, какие-то такие нежненькие. Хотя, может быть, в какой-то момент мне захочется. Может даже сравнить, посмотреть, так как я, да, очень боюсь, что мое тело будет выглядеть по-другому. На самом деле, кстати, ко мне как раз больше приходят девушки уже вот, которые из детьми, которые родили, и им хочется напомнить вообще себе. Потому что когда ты пропадаешь вот в это состояние материнства, иногда возникает такой момент, что ты просто теряешь себя как женщину, потому что ты, ну, реально дети, они же, ты не оденешься красиво, сложнее, потому что у них там, не знаю, отрыжки там еще что-то постоянно, вот эта вот смена одежды бесконечная, надо что-то комфортное, удобное. То есть если там, ну, даже я, например, я до детей всегда ходила в платьях, на кубуках у меня не было ни одних джинсов, то есть сейчас я только начинаю вспоминать вообще, что это такое, вот, и часто ко мне как раз приходят девушки именно за вот этим, чтобы вспомнить о том, что они вообще женщины. Ну вот скорее всего, да, в какой-то момент я захочу, но я уверена, что не сразу. Наверное, первые несколько лет я не буду об этом думать, первые несколько лет материнства. А вот беременную, кстати, фотосессию я такую хочу. Ну, в том плане, что... Естественную, потентральную. Да, 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 да. То есть вот многие говорят фу-фу-фу, вот когда выкладывают, да, вот особенно в профиль, когда ты сидишь, там, без трусов, возможно, да, 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 и то есть вот ты там, да, 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 да. Мне это нравится, мне это красиво, возможно, я не буду это никуда выкладывать, то есть, возможно, это будет для себя. Ну, это вообще интересно даже просто как, вот особенно потом, мне кажется, тебе это будет интересно, как магия тела, что вообще вот твое тело, оно вот на такое было способно. Это так интересно Мне очень хочется этот момент запечатлеть Мне хочется и в одежде, и без одежды И по-всякому А когда вообще хочешь? Ну, ты планируешь? Я планирую детей, но не знаю Когда покажешь В том году я хотела, а в этом году как-то я такая Ну, что-то нет Можно и подождать В том году у меня был какой-то порыв И хорошо, что я его как-то перетерпела Видимо, у меня был какой-то гормональный всплеск А сейчас я так замуж вышла и подуспокоилась Пока что Пока есть чем заняться Можно мужем позаниматься Можно, да, мужем позаниматься Можно попутешествовать Просто я вдруг поняла, что сложнее путешествовать с детьми Сложнее реализовывать свои какие-то идеи Да, да, поэтому я поняла, что я еще не все сделала Что бы хотела до рождения детей Так что пока есть возможность Расскажи вообще про свои мечты Про что-то такое, не про съемки давай поговорим Про тебя, про свои мечты О чем мечтаешь? Идеальная картинка Ты через 5-10 лет, знаешь, о чем ты мечтаешь? Если вот все возможно Прям все возможно Что бы ты хотелось? Какие вопросы? Ну, через 10 лет Ну, я представляю, что все до тебя У меня будут дети В идеале двое Что у меня будет вот такая вот полная счастливая семья Что мы все вместе будем там ездить куда-то путешествовать Все равно я представляю с детьми вот какие-то поездки, путешествия Ну, то есть для меня это важно Я считаю, что детям надо показывать мир Хоть это может быть и сложно в какой-то степени, как многие мне сейчас рассказывают Нервный смешок Но мне хочется, мне это интересно Вот, а так в плане того, чем я буду заниматься У меня сейчас такой период, когда я понимаю, что мне надо будет что-то кардинально поменять В ближайшие годы И то, что я не хочу ходить в обучение косметологии Я не хочу открывать салон Поэтому сама на себя я не буду, да, долго работать в итоге И я буду чем-то заниматься, скорее всего, вот, ну, то, что связано с шитьем То есть туда, туда пока? Все-таки, да Ну, пока что мне это интересно Ну, шитьем, что ты как дизайнер хочешь какие-то проектировать? Я хотела бы, да Вот, кстати, нижнее белье Возможно, там, спортивная какая-то одежда Вот это вот мне было бы интересно Но нижнее белье не то, как многие сейчас мечтают Вот прям такое вот для соблазнения, сексуальное То есть у меня все знакомые, кто занимается шивом нижнего белья Или там вот чисто делает дизайн и продает какие-то лекала, выкройки Вот это вот все, опять же, какое-то такое вот для соблазнения неудобное Я не люблю неудобное белье У меня оно все удобное и очень мало, когда оно и удобное, и красивое Вот такого вот прям вот практически нет Мне это не нравится Да, и в мир Да, меня это напрягает И мне вот хочется вот именно создать какой-то такой бренд Вот, то есть у меня такая мечта Желаю тебе осуществить ее Мне кажется, было бы классно И ты бы потом еще на себе могла отснять часть своей коллекции Да, да, да Позовешь меня Да, с удовольствием Вот так вот и строятся деловые связи На будущее Ой, я хотела, кстати, рассказать про съемку Интересная была съемка Так, расскажи Не запланированная Когда мы ездили первый раз на сплав С компанией Мы с этими ребятами ездили потом в горы Это с мужем уже? Уже с мужем ездили И без мужа я ездила с ними в горы кататься Я катаюсь на сноуборде Вот, и мы ездили несколько раз с ними Вот, а первый раз я поехала Нет Мы с ними ездили в горы отдельно кататься То есть это было зимой И вот ездили летом на сплав В общем, у вас движушная компания Да, движушная компания Компания, причем такая 35+, и такая вот Таня Которая моложе их всех там Нормально у нас все в 35+. Ну я к тому, что я тут для них прям такая кнопочка девочка была Особенно, когда первый раз я поехала Потому что это странно Что вот едет девочка Ладно бы там с отцом, там с мужем А тут такая одна То есть для них это, ну, показалось таким странноватым Вот, и первый раз я просто очень хотела поехать куда-то на природу На дикую природу, где-нибудь ни связи, ничего И я хотела вот именно, ну, тауншифтинга я хотела Я хотела забросить в себя вот какие-то такие условия Сомнительные для отдыха Но я понимала, что мне это необходимо Я просто вот нашла компанию Так оказалось, что там некоторые из Рыбинска были, из моего родного города В общем, классно там все было И самый такой взрослый мужчина там из всех А давайте все разденемся и пофотографируемся Ну почти, короче, ну почти так и было Да, ему за 60, он фотограф Ну а что делать? Связи нет, интернета нет Сидят, скачают С фотиками Причем у него классный фотоаппарат То есть он давно снимает Но для него это больше хобби Вот, но он снимает, понятно, что ненюшные съемки Вот, как бы у него там дети, внуки Все как бы у него хорошо И поэтому, ну, нюшных съемок, возможно, жена бы у него не поняла Она у него не то чтобы прям положительно к этому относится А тут мы оказались в такой вот атмосфере, природа и походная баня Походная баня, где, соответственно, все голые То есть я понимала, что я могу в купальнике, но все мужики-то будут голые Все равно Все равно, как бы, я думаю, блин, ну вот что я теряю? Ничего не теряю Ну да И все, и, собственно, мы все вместе пошли И это было очень интересное ощущение Это такое вот прям единение с природой То есть там не было никакой пошлости, ну, никакого намека Там на меня никто не смотрел, как на какой-то сексуализированный, да, объект Понятно, что, наверное, они там что-то поглядывали, им было интересно Но все старались так вот, знаешь, разговаривать о своем Когда я заходила голая в воду Когда вот мы с ними стоим в бане, болтаем такие все, как мужики, короче То есть вот эта вот каменная печка, мы стоим вокруг все голые Никто не прикрывается И то есть я ни у кого там ничего не разглядывала То есть, будь то мы в одежде стоим Ну, типа так и надо Интересно Мне даже стало интересно, как бы я себя чувствовала, как бы я себя вела Я не знаю Ну, как бы мы сначала так посмущались первую минутку, а потом норм Потому что, ну, никто мне ничего не говорил Все как бы хорошо Интересно, да Да, и потом мы выходим, там невероятно красивый закат Вот эта вот горная река, очень живописная Горы Такая вот зелень Я бы там снимала Вот, да И он говорит Таня, а я выхожу, тут голая хожу Я блестящая и прям, как он сказал, меня солнце облизывает своим языком Что я такая вот выхожу из реки, я прям сейчас вечусь, потому что у меня влажная кожа Я с этими влажными волосами И он говорит, давай я тебя поснимаю Вот, кстати, важное уточнение За мной ввязался тогда на этот сплав, к сожалению, мой бывший молодой человек Вот, как бы, да Это тот самый, у которого все сложно Да, это тот самый, у которого все сложно Я хотела без него, но он вот узнал, куда я поеду И он скрыл это от меня То есть вот я узнала это уже, когда приехала на вокзал Какой коварный Коварный Ну, а у него были планы к тебе подкатить как-то или что? Ну, да Он поехал из тебя как будто? Да, 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 да Он не хотел меня отпускать с мужиками, как я понимаю То есть, ну, у него ревность была Вот, хотя я делала это не ему назло То есть я хотела чисто вот, ну, отдохнуть в компании Мне было без разницы, там будут женщины, не будут То есть я просто хотела вот, ну Интересно Да Да, смелая женщина получается Ну, наверное, не знаю Мне кажется, ну, это нормально Хотя кто слышит эту историю, говорят, дичь какая-то Как-то не побоялась там 8 мужиков незнакомых поехать Ну, типа, без связи, без всего Я как-то была уверена, думаю, что мне эти мужики сделают Если бы я боялась, наверное, что-то было бы Да, мне кажется Вот, я как-то была уверена в том, что вот они ко мне Относились все как дочки Прямо они мне ручку подавали Палаточку собирали Там, кушать мне готовили То есть ты там, наоборот, еще бы чувствовала себя такой прямо Конечно, я вообще ничего не делала Феечкой Да, там мне говорили, ты сейчас поедешь, будешь там этим мужикам рыбу чистить и готовить Нет, мужики меня окружили вниманием Класс Только единственное, что вот этот вот один товарищ там все немножко подпортил Потому что вот своей ревностью, своим вот этим вот, что меня тут окружили вниманием Все ко мне хорошо относятся А он такой вот, ну, высказывал все время свое недовольство Фыркал там, ходил, что-то мне там говорил Я там один раз в воду, ну, окунулась полностью Это был вечер, было холодно То есть на северном Урале там холодно и летом, хотя это был июль месяц И я полностью промокла вся насквозь И я несколько часов В смысле, это в одежде? Я в одежде А почему это случайно? Случайно Это горная река, мы переходили порог И я без гидрокостюма, без всего я как-то неподготовленная поехала просто туда Вот, и я полностью вся вот сырая Еду я, вся дрожу, у меня зуб на зуб не попадает Но доплыть до точки надо Ну, понятно Потому что мы едем до определенной точки У нас был маршрут 9 дней или там 8 дней, не помню 200 с лишним километров То есть нам надо было много проплыть И я не могла переодеться там, потому что все в дермах Ну, я имею в виду, находясь на катамаране Все, мы туда приплываем, и мне мужики говорят Быстро все с себя снимай Вот, мы тебе сейчас даем, достаем из герм сухую одежду Без разницы, твою, не твою Сейчас все тебе достанут И ты переодеваешься И я такая, блин, вроде бы как Я понимаю, что я вся замерзла, я заболею Зачем еще куча дней сплава впереди А с другой стороны, я немножко стесняюсь То есть тут мужики А потом я думаю, да им всем наплевать Они как-то хотят, ну, чтобы я не болела Просто зачем им эти проблемы тут Ну, и они обо мне беспокоятся Вот, и я быстро себя все скидываю Я трусы снимаю, все Ну, я там стою где-то в кустах Ну, понятно, что мимо меня ходят Мне дают одежду, я быстро одеваюсь И вот этот вот бывший ходил и фыркал Как ты перед мужиками, голая Ну, а мог бы сам взять и сделать Он не помог вообще ничем Да, он же мог бы сам тебя закрыть Да, да, да Что ты вот решила сделать так Ты не дождалась меня Я думаю, они быстрее тебя оказались просто Ты там где-то копошился, думал Естественно, отбор Да, а как бы мужики-то знают, что делать в таких ситуациях То есть ты девочка, тебе вообще нельзя морозиться Давай быстро переодевайся и все Вот И тогда я поняла, что как бы Ну, о человеке многое Вот после той конец И о других людях тоже поняла, что Не обязательно все там что-то от тебя хотят Да, да Потому что ни у кого никаких намеков в итоге не было Вот И мне это очень понравилось Интересный опыт Да, это очень интересный опыт И потом меня вот этот вот фотограф выфоткал Вот, очень красивые фотографии То есть, и потом в тех же локациях Он меня фотографировал уже с мужем А, да, конечно Ну, мы тогда еще не были женаты Он мне тогда уже сделал предложение То есть вы с Мишей поехали еще раз туда же Мы поехали туда же Тот же самый маршрут, тот же самый сплав Почти та же самая компания Ты уже как бывала Да И я когда первый раз Сейчас вам все покажу Я когда первый раз-то там была, получается За два года до этого Я очень мечтала, чтобы со мной не этот дурачок был Вот бывший, который тут как-то портил отдых А, был другой мужчина Я думаю, как я мечтаю со своим мужчиной Побывать в таких местах А, это реализовала И я это реализовала, да И мы поехали Правда, все было не так круто в плане погоды Во вторую поездку Нам меньше повезло Нас зажрали комары Но все равно это было круто Зато ты была с мужчиной Я, да И несмотря на то, что погода была хуже Поездка мне понравилась больше Понятно Потому что главная компания, а не условия Да, да, да То есть и вот он нас уже нафоткал вдвоем В тех же самых локациях То есть первый раз Вам надо тогда потом с детишками еще, мне кажется Ну, с детишками там только если Да, с детишками, если только не с маленькими Потому что когда маленьких не берут Там как бы, ну, опасно Ну, а прикольно как раз с подросшими Ну, да, да, да Так очень красивые места Очень интересный опыт И там вот я почувствовала прям какое-то реально Единение с природой Такого, мне кажется, невозможно в городе Ну, в плане того, что можно, конечно, где-то спрятаться Пофоткаться голой Но это будет не то А здесь ты знаешь, что тут никто Те не видит Вы реально одни Да, классно Никаких ни местных жителей, никого Ни связи, ни деревень, просто ничего Только комары Только комары Какие-то дитие звери где-то там ходят Дикая природа И вот ты такая лежишь на этих камнях Горная река голая Классно, ну, это прям единение Это очень классный опыт Это очень круто И да, вот я такое хотела бы когда-то еще раз повторить Катарсис Да Давай быстренько, мы с тобой долго болтаем Какие-нибудь такие интересные какой-нибудь Факты своей жизни Что-то такое необычное может делать Не знаю, прыгала с парашютом Что-нибудь такое Нет, парашюта Что-нибудь супер необычное Есть такое у тебя? Необычное Ну, в проруби купаться это необычное Сейчас многие купаются Да по-любому что-то я такое делала Не знаю даже что Ну вот то, что я могу куда-то уехать Спонтанно с палаткой Ну, одна могу уехать Хотя у меня нет машины То есть, ну, например Ну, люблю я иногда вот побыть одна Я уезжала просто на Брусовске жить на неделю С палаткой Одна с палаткой Да, одна с палаткой То есть, да Меня не остановило то, что там у меня нет машины То есть, ну, вот я посмотрела там На автобусе Взяла палатку Уехала То есть, мне иногда это необходимо Вот именно Класс Где-то отключиться от всего внешнего мира В идеале вообще телефон отключить И если там даже нет такой возможности Ну, кому-то позвонить То это вообще замечательно То есть, я с удовольствием уеду То есть, мне вот иногда это надо Перезагрузка такая Перезагрузка, да Класс Вот, то есть, уезжать с палаткой В общем, я надеюсь, что вам было интересно Посмотреть нашу беседу по душам Мне кажется, Аня очень интересный человек Смелый, красивый, умный Если у вас какие-то есть вопросы Вы можете их написать в комментариях Возможно, вам Аня что-то ответит Или я Да Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok